Привет, друзья! Сделаю несколько добавок касательно прошлого видео CoinGPMorgan. Смотрите, еще несколько времени назад Генеральный директор Ripple высказывался касательно темы, что будет, если банки будут выпускать свои криптовалюты. Каждый банк будет иметь свою монету. Сценарий развития таких ситуаций две и обе неуспешные. Первое, это скажем, к примеру, один банк выпускает свой коин и все остальные банки мира должны использовать этот коин как и для резерва, так и для переводов. Этот коин становится единой валютой для всего мира. Но, поскольку этот коин был выпущен одним конкретным банком одной страны, тут очень много конфликтных ситуаций, которые приведут к тому, что банки начнут отказаться от этого конкретного коина. Потому что из-за политических сценарий, из-за того, что этот банк находится в конкретной стране, и эта страна с помощью этого банка и с помощью этого коина будет влиять на развитие ситуации во всем мире финансовой стороны. Выгоду себе. Так что, в плане того, что один банк выпустит коин и весь мир будет использовать этот коин, все банки мира, этот сценарий не имеет жизни. Второй сценарий, когда все банки один за другим начнут выпускать свои коины и это приведет к тому, что между этими коинами должны создаваться какие-то хабы. Эти хабы должны быть урегулированы государствами или межгосударственными органами, финансовыми и нефинансовыми, как, к примеру, Европарламент или, скажем, ООН. В таком случае снова получается проблема использования этих хабов и подключения и отключения каких-то банков, их монет от этих хабов в пользу тех, кто контролирует эти хабы. Обе эти сценарии уже себя пережили, потому что есть ФРС, который печатает доллар и, по сути, это изерная валюта для всего мира и есть страны, у которых есть свои деньги. И все эти страны, они зависят от ФРС, по сути, и от некоторых хабов, которые из-за большого влияния ФРС работают в пользу США и Англии. Те же сценарии использовать в криптовалютном будущем не имеют смысла. Поэтому Брэд Гарлингхаус, отметив эти пункты, четко обозначил смысл сети Интерледжер и XRP, что это единственное развитие сценарий, в котором нет хабов, нет печатающих банков, нет контролирующих банков, которые могут влиять на сети. И на политику правил данной сети, что вот этого банка нужно отключить от сети, который, к примеру, уже долгое время делается с помощью свифта. Свифт тоже хаб. В итоге получается то, что эти коины, которые будут создаваться банками, странами, эти коины будут использоваться исключительно в локальных целях. Спасибо всем, пока.